Сейчас я хотел бы сделать заявление в моем качестве представителя Российской Федерации. Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами участвуем в одной из самых странных мизансцен в истории Совета Безопасности ООН. Нам предстоит голосование по двум проектам резолюции Совета, и все мы прекрасно понимаем, что ни один из них не будет принят. Учитывая, что кризис в Сирии переживает острый этап, когда особенно необходимо максимальное сплочение политических усилий международного сообщества, такая трата времени непозволительна. Предыстория сирийского кризиса хорошо известна. Разрушив Ливию и посчитав это большим успехом, западная тройка постоянных членов Совета Безопасности ООН принялась за Сирию. Причем, к глубокому сожалению, Париж, который в 2003 году вместе с Москвой и другими здравомыслящими столицами пытался предостеречь Соединенные Штаты и Великобританию от авантюристического вторжения в Ирак, на этот раз стал одним из наиболее громких глашатаев необдуманной политики смены режима в Дамаске. С горечью отмечаем, что за все годы сирийского кризиса делегация Франции в Совете Безопасности ООН не предложила ничего конструктивного. Ее редкие инициативы явно рассчитывались на пропагандистский эффект и были обречены на провал. Так случилось и на этот раз. Примерно неделю назад к нам обратились французские коллеги и сообщили, что хотят выступить с проектом резолюции Совета Безопасности по Сирии, подчеркнув при этом, что Парижу не нужно российское вето. Заверения о стремлении избежать российского вето были подтверждены и на более высоком уровне 6 октября. Но уже через сутки, после всего лишь одного раунда серьезных консультаций, был положен в синьку и поставлен на голосование проект, обреченный на российское вето, о чем мы неоднократно и мотивированно говорили. Отметим, что о своем соавторстве проекта все время напоминала Испания, которая именно Россия пригласила стать членом международной группы поддержки Сирии. Действия испанской дипломатии разочаровывают. Изюминка франко-испанского проекта – запрет на все военные полеты на Далепо, при этом не только над Восточной, но и западной частью города, которая постоянно подвергается обстрелам боевиков с Востока. Только в сентябре, по данным МОНовцам, убито более 80 гражданских лиц и 170 ранены. Причем концепция запрета на все военные полеты совершенно не проработана. Спрашивали, означает ли это, что не смогут летать и разведывательные дроны, которые отслеживают перемещение боевиков. Ответа нет. Почему охватывается и запад города, который контролируется правительством? Ответ. Так удобнее. Но разве это серьезный разговор? Еще один принципиальный вопрос. В истории Совета безопасности не было случая, когда постоянный член Совета позволил бы принять резолюцию, которая прямо или косвенно предопределяла бы его образ действий без предварительной договоренности на этот счет. Думаю, не будет таких случаев и в будущем. Разве что Франция, отказавшись от права вета, окажется управляемой большинством членов Совета безопасности. Любые ограничения могут рассматриваться только в контексте соблюдения режима прекращения боевых действий, который террористы и прочие незаконные вооруженные формирования постоянно нарушают. Другой принципиальный изъян франко-испанского проекта. Вместо отработанного механизма мониторинга в рамках Международной группы поддержки Сирии, утвержденного резолюцией Совета безопасности 2268, предлагается сотканная из воздуха дублирующая схема. Расцениваем это как попытку разрушить существующую архитектуру взаимодействия. В этих условиях мы пошли на неординарный шаг. Внесли вчера во второй половине дня свой проект резолюции, призванный показать, что есть разумный курс коллективных действий, курс наращивания всего того позитива, который с таким трудом был наработан ранее. В нашем проекте содержится положение, отсылающее к непотерявшим актуальности параметрам российско-американской договоренности от 9 сентября. При этом подчеркивается важность обеспечения незамедлительного и беспрепятственного гуманитарного доступа, в частности посредством еженедельных 48-часовых гуманитарных пауз. Текст документа прилагается к проекту резолюции. В проекте прописано положение о необходимости соблюдения режима прекращения действий в Алеппо всеми сторонами. При этом подтверждается существующая мониторинговая схема с задействованием механизма целевой группы МГПС по прекращению огня. Зафиксирован основополагающий приоритет отмежевания умеренной оппозиции от Жабхата Нусры. К членам МГПС обращен призыв потребовать от всех сторон перестать вести совместные боевые действия с террористами, отделиться от них и официально присоединиться к режиму прекращения боевых действий. Напоминается, что для достижения прогресса на гуманитарном направлении нужно добиваться от боевиков разблокирования движения по дороге Костелло в соответствии с заложенной в договоренности от 9 сентября схемой. Приветствуется инициатива спецпосланника Стефана Домистуры от 6 октября по нормализации обстановки в Алеппо. К генеральному секретарю ООН обращена просьба представить подробный план ее реализации для последующего утверждения Советом безопасности. Кстати, эта инициатива Домистуры просто игнорируется франко-испанским проектом, что является еще одним его существенным недостатком. Подтверждается императив безусловного выполнения резолюции Совета безопасности 2254 в полном объеме и по всем направлениям – политическому, гуманитарному и контртеррористическому. Неизменно исходим из того, что продвижение по этим дорожкам должно осуществляться параллельно и без взаимной увязки и предварительных условий. Требуется скорейший перезапуск межсирийского политического процесса, который с мая блокируется радикальной оппозицией при прямом попустительстве ее зарубежных спонсоров. Понимаем, что достаточного числа голосов наш проект сегодня не наберет. Кто-то будет руководствоваться антироссийскими соображениями, кто-то ложно понятым престижем, у кого-то просто не хватит мужества. Россия, тем не менее, продолжит взаимодействие по сирийскому регулированию со всеми заинтересованными международными и региональными игроками. Вообще же, общая активность боевых действий в Восточном Алеппо снижается. Вчера, например, почти не было боевых вылетов. Будем надеяться, что эта тенденция сохранится. Я благодарю коллег за внимание. Возвращаюсь к своим прерогативам председателя Совета. И что мне делать теперь? Продолжение следует...